Всем привет! Меня зовут Надежда, и я рада приветствовать вас на своем канале Зелёная Жизнь. Эврика, я, конечно, не Архимед, и я сейчас не в ванной, но мне пришло озарение. Посмотрите на мой хлорофитум. Вы помните ту непересадку хлорофитум-океан? Когда я не смогла придумать, куда мне в моей квартире сделать это растение таким образом, чтобы оно смотрелось красиво. Знаете, запор мысли, как говорит Светлана с известного канала «Жизнь с цветами и без», у меня был с пятого числа, да-да, почти месяц. Ребят, да, завтра же пятое число? Да. Так вот, да уже не завтра. Почему завтра-то сегодня? Сейчас же ночь на дворе. Скажите, вы ночью то же самое делаете? Потому что у меня ночью начинается прям какая-то беготня, самая-самая беготня. И ты мне сейчас доходишь, что завтра у нас 5 февраля, и именно 5 декабря я делала непересадку этого растения. Месяц это растение стояло у меня вот в этом ведре, кашпо-тире. Ну, 5-го же, да, это было? Нет, не 5-го, 15-го. Ладно, окей, маленькая ошиблась. Хорошо, вижу, что пятерка. Ну, почти месяц, ребят, почти месяц, да, оно стояло у меня в этом ведре просто на керамзите. Пока я на него смотрела каждый день, каждый день. Ну, куда же тебя? Смотрела его не так уж и много в коллекциях этого океана. Она смотрела, я видела его у Натальи. Да, цветочки у Натальи. Наташа, если будешь смотреть, привет. Мне очень понравилось, как твой океан там у тебя. Вот он вот так вот, как сейчас он у меня, да, вот так он у тебя не спадает. Очень красивый. Ну, я все понимаю, но я не могла придумать, куда и как. И тут меня озарило. Мало того, что меня озарило, я еще нашла кашпо для этого. Я его не купила, но у меня есть на балконе. Я сбегала, я его сняла. Я его помыла, потому что он там висел, по-моему, сто лет. Вот, и я придумала эту посадку. Мы с вами сейчас сделаем эту посадку. И я покажу вам, куда и за место чего я хочу повесить это растение. И расскажите мне свое впечатление. Понравилось ли вам? Ну, я надеюсь, что понравилось. Представляете, он у меня в керамзите. Даже цветет. Цветет. В общем, я его достала сейчас, да. Нижние листочки чуть-чуть убрала. Сама по себе корневая у него небольшая. Но корневая для хлорофитума это не вопрос на росте. Я хочу поставить его вот в такую кашпо навесную. Понимаете, да, что должно быть, как должно быть? Вниз мы сейчас с вами уложим керамзит. Ну, это ладно, это мы сейчас с вами по ходу пьесы все с вами это сделаем. Сверху, конечно же, будет лечуза, конечно же. Она будет у нас сегодня в качестве утяжеления. Потому что растение должно вот так вот снизу спадать. Вот так вот сюда. Вот. Вот. Ну что, приступим. Сейчас я телефон уберу из рук. И мы с вами это сделаем. Ну вот. Само по себе, я думаю, посадка будет недолгая. Посмотрите, вниз я уложила керамзит, в котором он стоял почти месяц. Вот он керамзит. Так, дальше. Дальше я буду использовать грунт, который намешанный у нас, да? Лечу за тарапон с вермикулитом. Со всякой такой штучкой. Вот. Сейчас мы с вами его засыпем сюда. Ох, как вермикулит-то тут прям блестит, красавчик. Как же хорошо, что он такой влагоемкий. Впереди лето. А хлорокидом этот у меня будет прям повыше. Вы же понимаете, да? Все, что повыше, там у нас и температура повыше. И, конечно же, все растения, которые находятся у нас наверху, на полках, где-то там, я не знаю, на стеллажах. К ним пристальное внимание. С поливом, конечно же. Скажите, много? Большой объем? Нет. Видите, корневая у хлорокидома сама по себе, всегда она мощная. Она вырастает большая. Вы помните, когда я достала его с лечузы, что там было? Ого-го, что там было? Вот. А я не хочу менять эту посадку. Вот так вот сделаем. Вкусненько. Осмокот. Давайте его установим. Давайте его установим. Специально поставила вот так. Все-таки тут три немаленьких кустика. Так. Вот так. Сейчас мне надо, чтобы один распределился вот так. В сторону. Я понимаю, что он разрастется. Понимаю. Но все равно хотелось бы, чтобы уже было красиво. Пышно, красиво. И в то же время надо так засыпать, чтобы все это у нас не гнило ни в коем случае. Так. Так. Так, 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 так. Давайте уже засыпем, начнем засыпать все это дело и разравнивать. Так. Так. Я надеюсь, что все будет красиво. Пришлось, конечно, убрать часы. У меня на этом месте висели часы. Ну, вы знаете. Я еще подошла у ребенка сейчас, спросила. Я говорю, слушай, как ты думаешь, если мы часы, говорю, оттуда снимем? Она говорит, ты знаешь, я вообще не помню, когда я последний раз на эти часы смотрела. Я говорю, ну вот я тоже. Обычно смотрим, кстати, именно из-за этих часов я как-то чуть на работу не прошляпила, потому что батарейка села, и они у нас, грубо говоря, погоду показывали. Я тут собираюсь потихоньку. Хорошо встаю рано всегда. Так, давайте их прижмем. Прижмем. Вот поэтому сейчас сверху будет лечуза, потому что кустики не маленькие, но я не хочу, чтобы они вывалились. Ну, вот и как тут прижать все? Так, давайте. Вот так. Так, приподняли. Здесь приподнимаем. Кустик. Обязательно придавливаем землю. Никогда не думала, что у меня будет проблема вот так вот посадить хлорофиту, представляете? Не, ну воткнуть-то можно было, конечно, давным-давно уже во что-нибудь, как-нибудь, а бы как. Ну, если мне посадка не нравится, она не приносит удовольствие моим глазкам, все. Расти не будет нормально. Вот, теперь давайте сверху сделаем лечуз. И, конечно же, мы сделаем полив. А как же. Так. В данном случае лечуло у меня, как утяжелитель идет для этих кустиков. Вот так. Засыпали. И еще с одной стороны. Раз. Вот так. Вот так. А теперь, сейчас пока ничего не понятно. Сейчас я его полью. Установлю на то место, где я его придумала. И вам покажу итог. Ребят, ну вот. Я его повесила. Смотрите. На кухне. Вот таким образом. Он теперь у меня будет. Висеть. Слушайте, как здорово. Сейчас еще свет включим. Секунду. Так. А вот, если включить свет на кухне. Если включить свет на кухне. Вот так вот все играет. Вот так все у меня тут теперь есть. Ну, скажите, он на своем месте теперь. Мне он очень тут нравится. Сейчас еще подальше вот так вот отойду. Чтобы было видно. Вот так вот. Я довольна. Как я не могу. Прям как я довольна. Ну все. Добрый путь, океан. Расти, малыш. Расти. И радуй нас. А я благодарю вас за то, что вы меня смотрели. До новых встреч. И пока-пока.